Понятно, что интересно, вы смотрите. Так, что значат эти группы характеров? Значит, первое у нас D. D означает доминирование. Так, вот вишите слово доминирование. И что значит доминирование? Это люди... Главное в их жизни это движение к цели. Вот, это такие бульдоги. Мне так то пересесть надо. Ну у вас пора, ну да. Просто как-то, ну я понимаю, что да, у вас... Естественно, да, у вас... Эти люди, они очень любят состояние такого драйва, напряжения и, ну, даже можно сказать, опасности. Их это мотивирует и зажигает. Они при этом черствые и безразличны к другим людям. И им, в принципе, ну так, сильно по барабану что-то там с ними происходит. Это их минус. Это может быть странным. Из-за этого, может быть, в коллективе или в общении с другими из-за этого проблемы. Но главное, это люди вот D. Это такие люди с хваткой, с стремлением, с внутренней силой. Вот это... Суть в том, что это их любимое дело. Вот им кайф именно здесь. Да, это их любимое дело. Им вот... Их бросают на необитаемый остров, они там начинают что-то строить. Это вот D. Дальше. V. V это люди сцены. Это зажигалки и звезды. Ну, а тут точно, а я че это правильно. А D это где было? Через это получили. Да здесь. В. Да нет, ну, вы что хотите, просто в D я вам, ну, как бы, подсказываю, да, что ваша сильная сторона, это хватка за 1C. Я про V. Про V это влияние. А, слово означает влияние. V это влияние. Вот зажигалка, это, да? Зажигалка, да. Ну, это влияние. В смысле зажигалка, что они влияют при помощи... Вот, они любят говорить. У них есть красная речь, они могут бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот они любят постоять на сцене. Вот для V это вот сцена комфортная. Вот для D сцены может быть абсолютно некомфортно, они могут быть сухими, невыразительными, у них другое главное. А для V главное, чтобы Х. В принципе, цель их может напрягать, они могут быстро останавливаться, остывать, их мотивация может скакать, там, от настроения. Но им главное вот это признание. Соответственно, в коллективе они зажигалки, но им тоже, в принципе, не сильно так есть дело для других людей. И... Ну вот, вот как-то так вот. Вот эта вот картинка такого вот. В. Звезды. Я имею в виду звезды, да, которые выходят на сцену. Я не имею в виду, что как-то вот уже он звезда по жизни. Но вот тяга к сцене у него есть. Далее у нас тут P. Кто P? P это постоянство. P постоянство. Это люди команды. P это люди команды. По отношению к людям, им очень важен коллектив. По отношению к жизни, им очень важна стабильность. P постоянство. P боится перемен. P держится всегда за то, что уже есть. За то, что существует. P боится конфликтов. Потому что они могут вести к переделке, к трансформации, чего он боится. Но если он в коллективе, то он склеивает коллектив. Он создает атмосферу. Он держит. Он притягивает к себе людей. И это P. Это P. Есть, конечно, больше много там показателей у каждого типа. Но я так в целом. Что в голове с ним. И И это люди планирования. Исполнительные. Вообще, значение И исполнительность. Но здесь дело не в том, что это исполнители просто как вторые. Нет. Речь идет о том, что И, их ведущая склонность, такая сильное качество, они педантичные и они все планируют. У них все должно быть по плану. Им это нравится. Для них это приятно. Если для В это вообще нереально. То есть для В это дикий стресс. Да. Планами это... Да. Потому что сцена и планы, они как бы несовместимы. Я же говорю, первый урок переписывать надо полностью. Я нахожу до четвертого, я дошла и поняла, что... Вот, вы продолжите говорить. Я же вас не спрашиваю. Так и брали вот игры. Только спроси она, давай, же садим. Здесь я. Вот. И так. И, соответственно, склонны вот к... У них это... Им это проще делать. Это их сильное качество. Они строят систему. Это люди системы. Они могут ее построить. И если про слабость, то они зависимы от этой системы. Если что-то идет не так, если системы не хватает, то это их дезорганизует и разрушает. При этом они могут быть придирчивы к очень другим людям. Особенно к В. Это я так привязался к В. И любым другим людям. Потому что и вот им... У них вот это все есть. Они знают как правильно. Ну, типа, правильно. И они, соответственно, никого не спустят. Мелкой ошибки. Которую В не заметит. И которую Д не заметит. Вот, например, Д к мелочам не восприимчив вообще. Д восприимчив только глобальным задачам. Мелочи для него. Если он не Ди. Если не Ди. Вот если он Д. Вот если ДВ. Это вообще. То есть вот разговор о мелочах. Он просто не про него. По-моему, Ди. Это когда и Ди, и И в первую. Ди, да. Когда первый Д, второй И. Самый лучший. Замечено было. Ну как, нет лучших и плохих. Я сейчас выведу тезис, переходя к теме лидерства. Что нет плохих и хороших. Но.